Весь маршрут был разделен на 10 участков. Всего военнослужащие прошли через 158 населенных пунктов. Маршруты лыжного перехода охватили и города-герои, где десантники почтили память погибших в боевых действиях. Конечная точка, конечно же, столица ВДВ. Встречают, как и полагается, хлебом с солью. Мы рады приветствовать вас на Рязанской земле. Ох, матушка, спасибо. Прямо же не щадя, да? Да. Ну, Рязань, спасибо. Все участники прибыли в Рязанскую область. Встречали десантников в полянах на биатлонной трассе «Алмаз». Об успешном финишировании по видеосвязи доложили лично командующему ВДВ Анатолию Сердюкову. Товарищ командующий воздушно-десантными войсками, команды лыжного перехода воздушно-десантных войск прибыли в столицу воздушно-десантных войск город Рязань. Старт лыжному переходу был дан еще 3 февраля. На этих кадрах к старту готовится 7-я гвардейская десантно-штурмовая горная дивизия. Дислокация в Новороссийске. Десантникам предстояло пройти самый большой маршрут – свыше 1300 километров. Задачи, как и все остальные 9 команд от соединения ВДВ справились успешно. Для нас не было никаких сложностей. Мы же ВДВ. Участниками марш-броска стали 300 офицеров, прапорщиков и военнослужащих. С собой у десантников были рюкзаки с теплой одеждой и сменным бельем. В походе сопровождала техника с продовольствием и медиками. Каким нужно быть человеком, чтобы пройти так много километров на лыж? Надо будет с самого раннего детства физически себя совершенствовать, чтобы быть в готовности к любой ситуации. Слава ВДВ! За две с лишним недели десантники преодолели в общей сложности более 7,5 тысяч километров. Уникальность перехода заключается в самом большом и масштабном лыжном марш-броске за всю историю ВДВ. Участвовали представители десантных гарнизонов из всех городов России. Его приурочили к 100-летнему юбилею Красной Армии и вековому юбилею Рязанского училища ВДВ. Данного лыжного перехода, я это отмечаю, ветераны и командования соединений воинских частей еще не было. Были лыжные переходы, где участвовала одна дивизия или группа военнослужащих. А в данном лыжном переходе участвуют все воздушно-десантные войска. Как я говорил, 300 спартанцев через определенный маршрут прибыли в столицу воздушно-десантных войск город Рязань. Маршрут рязанцев пролегал по Золотому кольцу России. Десантники шли через Коломну, Сергий в Посад, Ростов, Ярославль, Иваново, Суздаль, Владимир и Гусь-Хрустальные. Всего они прошли 916 километров. Задача по выполнению лыжного перехода из пункта постоянной дислокации в город Рязань в количестве 63 человека протяженностью 916 километров закончил. По времени лыжный переход десантников совпал с очередной годовщиной крупнейшей за время Великой Отечественной войны Вяземской воздушно-десантной операции. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город».